И всем привет, с вами Росиксон, и сегодня в этом видео я расскажу, что делать, если вы забыли пароль от фонда на береже GTO. Кстати, если вы еще не зарегистрировали на береже GTO, то это можете сделать по ссылке в описании и получить максимальную вечную скидку на торговой комиссии 20%. Перед тем, как говорить, что делать, если вы забыли пароль, еще раз напомню, то пожалуйста, записывайте пароли на бумажке и всегда используйте разные пароли для разных компаний. платформ, бирж, ну и тому подобное. Такс, ну, узнаем же, что делать, если вы забыли пароль. Для начала, что такое пароль фонда? Пароль фонда это отдельный пароль, который вы указываете при регистрации. Обратите внимание, что он не используется при входе на аккаунт GTO. Для входа, в общем, вам понадобится другой пароль, который вы указали первым, когда создавали аккаунт на береже. Пароль фонда же становится нужен в тот момент, когда вы хотите вывести деньги с вашего кошелька. Тут вы можете столкнуться с тем, что вы помните пароль от вашего аккаунта, а вот пароль от фонда утерян в вашей памяти. У меня, кстати, тоже такое было, я как бы забывал пароль фонда, но я его вспоминал, и то есть я не дошел до той стадии, когда мне нужно было его менять. Но перед этим переходите в мой телеграм-канал, где я рассказываю обо всем, что думаю в крипте. Например, там я говорил, что продал более 90% крипты при битке 60 тысяч долларов, и там я также указал, на каких уровнях хочу купить крипту. Там мы участвуем во всяких 100% аирдропах, за свапы, так что переходите, там много всего интересного. В общем, сами понимаете, ссылочки будут в описании. Возвращаемся к бирже Get.io, кстати, напомню на в топ 10, допустим, вы захотели вывести свои деньги с биржи, открыв страницу вывода, и вы обнаружили, что для совершения операции необходимо обязательно ввести пароль фонда. Вы сильно пытаетесь, но никак не можете его вспомнить, и также вы не записали пароль фонда, это уже ошибка. Как же быть в такой ситуации? На самом деле все очень просто. Заходим в наш профиль, далее слева вы увидите меню, кликаем на кнопку идентификация и безопасность, в открывшемся списке выбираем первый пункт, и перед вами откроется страница настроек безопасности. Пролистав сайт в самый низ, вы увидите пункт пароль фонда, а справа от него кнопка редактировать. Обратите внимание, что пароль фонда можно сделать временным, дабы обезопасить ваши средства. Вы можете выбрать часть, день, либо сделать пароль постоянным, если переживания по поводу ваших накоплений вам не свойственны, и вы считаете себя рисковым крутым парнем, как я, например. Поэтому у меня постоянный пароль фонда. Так вот, чтобы изменить пароль фонда, кликаем на кнопку редактировать. Дальше сайт хочет, чтобы мы ввели старый пароль, а затем указали новый, поскольку старый пароль, мы забыли клипы на кнопку забыли пароль. Здесь сайт попросит вас ввести уже обычный пароль для входа аккаунт, вот, он даже об этом пишет. Вводите свои данные, и вам на e-mail придет письмо с ссылкой, позволяющей сменить ваш пароль фонда. Нажимаете на нее, и вуаля, просто вбейте новый пароль, и впредь старайтесь его не забывать, а лучше записать, как я и говорил. Но тут в записи тоже нужно это делать все аккуратно, записывать там, где это никто не прочитает, а даже если это прочитать, чтобы он не понял, откуда этот пароль. Ну и я, по крайней мере, стараюсь сделать так. И еще небольшая ремарочка. Если вы вдруг забыли и обычный пароль для входа, это тоже не проблема. При входе на сайт просто нажимаем кнопку забыли пароль. Вводите имя, пользуйте и электронную почту. В моем случае это одно и то же. И все. На почте ловим письмо с ссылкой, перейдя по которой, мы сможем создать новую пароль уже именно от аккаунта Get.io. Ну а на этом все. Надеюсь, этот ролик смог ответить вам на все нужные вопросы. И впредь, если вдруг, не дай бог, вы забудете пароль фонда, вы будете знать, как его восстановить. Спасибо за просмотр. Друзья, пишите комментарии, критику, в общем, какие-то интересные истории с паролями. Как вы их храните, записываете. Подписывайтесь на телеграм-канал, там, ютуб. В общем, удачи. И тут аккуратно, ютуб может вообще заблокировать в России. Так что приходите в телеграм, там много всего интересного. Оставаемся здесь на связи. Субтитры сделал DimaTorzok